Гуманная педагогика Педагогики надо воспитывать не для этого времени, а для будущего, которые мы рисуем как лучшие, конечно, как более светлые. И в них надо воспитывать сами такие человеческие качества. Это великодушие, это человеколюбие. И если это воспитывать, наверное, они построят лучший мир. Поэтому эта педагогика, когда трудно людям, именно тогда должна больше влиять на людей и действовать. О воспитании говорят много и всюду. Потому что педагогика – это общая человеческая культура, мышление. Это не особая сфера академии образования или ученых по педагогике, а это общая человеческая культура мышления. У него любой папа, любая мама, независимо от профессии, уже есть воспитатели-учителя. Но когда говорят о воспитании, забывают о цели. А с чего мы хотим от ребенка? Годы быстро улетят, 10-15 лет, он уже взрослым становится. И к чему мы хотим подвести его? Вот об этом не говорят. Просто говорят сейчас тогда, ну вот так вести себя, сяк вести себя. Я думаю, что только гуманный педагогика владеет истинной ценностью воспитания, смыслом воспитания точнее. Это есть великодушие и благородство. Если воспитывать с ранних лет эти великолепные общечеловеческие качества, ребенок никогда нигде не пропадет. Но самое главное, и великодушие, и благородство, они иссякают от понятия духовности. Сейчас Россия переживает сложный период. И одновременно издается удивительный указ президента о духовности. Там просто перечисляются духовные ценности. Но если эти ценности будут разрабатывать для школы бездуховные люди, что и часто происходит, то грош цена этому указу, потому что не используется это. Духовность означает, что человек имеет веру. Дух, бессмертная сущность, он, этот дух, от Бога нам дается, и нам опочит духа, и возникает духовность. Если мы этого забудем, воспитание будет происходить, будут воспитаны такие, как я, как вы, и мы неплохие люди. Но мы же хотим лучших, чем мы сами есть с вами. Я исхожу от Ушинского. Я хочу еще раз провозгласить его великолепную идею. Истинное гуманное образование есть воспитание духа человеческого. И еще одно. В образовании должно присутствовать разумная религиозность. Это тоже от Ушинского. Этот год посвящается Ушинскому. Ну и давайте будем строить наше образование по его заветам. Мы почему-то разделили единое понятие образования. Образование включает в себя и воспитание, и обучение, и развитие, и много разных педагогических процессов. Мы разделили как будто профессионально. Это как врачи, да? Один лечит правое ухо, другой – левое ухо, и не знает, как лечить и то, и другое. Это тоже так сейчас получается. Учителя как будто только для того, чтобы учить, и больше ничего. А родители для того только, чтобы воспитывать, и больше ничего. Это очень опасный путь. Мы все должны воспитывать и улица, и театр, и кино, и интернет, и родители. И всюду главным является именно воспитание лучших качеств в человеке. Пусть каждый осознает то, что воспитание должно произойти и в школе, и на уроках, и в коридорах школы, и в семье, и всюду, где только ребенок находится. Я люблю повторять мудрейшую миссию Дмитрия Лихачева. Он так просто сказал, где хорошие учителя, там хорошие ученики. Значит, есть и плохие учителя. Кого больше? Хороших или плохих в школе? Хороших людей, учителей от Бога, учителей талантливых, учителей творческих, их очень мало. Ну, процентов 5-7, не больше. Остальная часть – это те, которые хорошо исполняют то, что предписано им. Это тоже нужно. Но, к сожалению, есть большая часть учителей-двоечников. На двойках, тройках проведенные уроки, конечно, ущемляют детей. Но на этих же уроках дяди больше наказываются, чем учителя, которые действительно заслуживают наказания из-за того, чтобы уроки на двойках, на тройках в Исраиле. Учителя готовятся в вузах в первую очередь, потом переквалификация, потом еще что-то. Но в вузе свершают в первую очередь подготовку учителей. Я обращаюсь сейчас к моим коллегам, профессорам педагогики и разных методик, и философии тоже. Может, нам нужно очень сильно поправить наши образовательные курсы. А если эти курсы нам не дают возможность, то мы сами, ведь входя в аудиторию, имеем на это смелость. Мы сами должны заговорить, что есть учитель, что есть любовь учителя, что есть радость в жизни детей, что есть воспитание и самовоспитание еще. Я бы, выдавая диплом, записал бы там еще одну строку. Уметь любить детей. Если не любишь детей, в школу не ходи. Детей не рожай. Ведь мы можем проверять человека на лжи. Есть детектор лжи. Это очень глубинная психология, кстати говоря. Человек говорит одно, а детектор говорит о том, что это неправильно или правильно подтверждается. Значит, как это чувство, можно, так сказать, лонгировать, что ли, проверять. Так же здесь тоже можно. Но лучше довериться. Лучше дать возможность прекрасную практику пройти. Лучше я бы добавил месяц, три, четыре, чтобы будущие учителя просто работали в школе. А потом выяснил бы, как дети относятся к ним, к будущим учителям, как к коллеге относятся и как сами себя оценивают. Останутся в этой сфере или вам лучше, им лучше уйти из этой сферы. Конечно, можно. Если захотим, мы можем объявлять качество любви человека к человеку. Можем. Ну и довериться можно. Эта идея пришла в голову моему другу Давиду Йосифовичу Фельдштейну, вице-президенту РАО. Я был в его кабинете, и он сказал, «Пора тебе книги издавать, твои книги, твои труды». Я говорю, «Как это сделать?» «А вот мы примем решение издательского совета Академии, и ты будешь вынужден это делать». Ну, я согласился, но даже не думал, это нелегкий труд. Но, к счастью, ко мне пришел на помощь этот удивительный Михаил Богуславский. Я полагаю, что он самый высший историк-педагогик, притом абсолютно другого качества. И он организовал это издание. Пришли и мои последователи, Шуванникова, который очень помогает этому делу. Ну и нашлось издательство, которое так верно, преданно начало издавать эти книги. А это было где-то 15 лет тому назад. Вот я благодарен всем тем, которые этому делу содействовали. А сейчас как-то смущаюсь. Мои книги, мои, ну и что мои книги. Мои книги. Дело надо делать. Субтитры создавал DimaTorzok